Будущее электротранспорта на ближайшие 10 лет. Таким его видят в Нижегород-Электротрансе. Вот это восстановленный троллейбусный маршрут номер 16 по улице Бринского, Верхней Печоры. Тут чисто будем говорить наши внутренние моменты. Сейчас мы осваиваем, смотрим в каком состоянии у нас сеть. И думаем, что может быть этим летом мы уже этот маршрут возобновим. Он достаточно удобный. А вот некоторые маршруты потребуют строительства новой инфраструктуры и закупки электробусов. Вот, например, схема продления 9-го троллейбусного маршрута до Новой Кузнечихи и 17-го до микрорайона Цветы. В зеленом отмечены те участки, где троллейбус должен двигаться на автономном ходу. Мы с администрацией города обсуждаем этот момент, безусловно, но с области обсуждаем. То, что если такая закупка произойдет, естественно, будем в первую очередь вот этими маршрутами заниматься. Также с помощью троллейбусов на автономном ходу планируется продлить 13-й и 31-й маршруты до автовокзала Щербинки-2. В планах вернуть троллейбусы и на проспект Ленина. Речь идет о бывших маршрутах в 18-м и 23-м. Он может, в Павловск, уезжать на эти линии и дальше обслуживать. Это автозаводский район. Здесь планируют соединить две троллейбусные линии, разделенные железнодорожным переездом на улице Дьяконова. Четвертые и четырнадцатые троллейбусы предлагается продлить до жилого комплекса «Торпеда». Продление маршрутов запланировано и на Мещере 3-го, 10-го и 25-го. Также троллейбусы планируют пустить по Волжской набережной. Данные маршруты, они планируют вывозить большой класс населения, спальной части. Развитие трамваев также есть в этой презентации. Так соединяются трамвайные линии автозаводского и Ленинского районов. Варианта два. Либо строительство трамвайной линии от существующего кольца парк Дубки до трамвайной линии маршрутов 8-го и 417-го по переулку Райниса. Либо вдоль парка Дубки с выходом на проспект Ленина. В Московском районе в прогнозах строительство трамвайной линии от улицы Куйбышева до микрорайона Бурнаковский. В Сормовском районе до жилого комплекса «Корабли». Конечная станция предусматривается в районе ЗКПД-4. Строительство трамвайной линии предусмотрено также в Приокском районе от Мызы до автовокзала «Щербинки-2». А вторым этапом до жилого комплекса новинки «Смарт-сити». То, что сегодня Нижегород Электротранс в качестве презентации нам показал о продлении маршрутов, я считаю, что ложится в концепцию развития транспортной системы агломерации. Потому что там понятные, взвешенные решения продления маршрутов в сторону выезда из города. Это как раз то, что делают все города в мире. Однако строительство новых линий, закупка нового подвижного состава потребует финансовых вложений. Этот вопрос, а также ряд других, в частности, заключенный недавно с Нижегород Электротрансом «Брутто» контракт, депутаты Думы Нижнего Новгорода намерены поднять на правительственном часе, который состоится в следующий четверг в областном парламенте. Наталья Миронова, Николай Прохоров.